И Vitality, ну, не могу сказать, что на голову сильнее, но, опять-таки же, однозначно является фаворитом в этом матче. Ну, это мое субъективное мнение. Однозначный фаворит и единственная команда, знаешь, которая очень легко, вообще, вот, быстро наблюдается со ставтом. Apex, Alyx, ABK, RPK и ZIVO. Да, действительно, по сочетанию звуков все очень просто. Но супергероя можно определить сразу. Итак, мы видели уже один нокдаун в этой серии B-SOP3. Действительно круто отыграли карту оверпасс ребята из Hellraiser. Несмотря на то, что это был выбор B.I.G., мы уже обсудили, что это был сомнительный выбор. Ну, да ладно, так решили беги, это их право. Ну что, парный выпад на банан от Ашеров. Кирилл ставит хедшот и перетягивается моментально четвертым на Аплент. Хоббит остается на банане и здесь быстрый выход от B.I.G. Двое по коврам, двое пытаются пробиться в шорт. Диффузы у Дэдфокса, четыре армора и флешечка есть еще также у Дэдфокса. Так, а где же Хоббакс? Сентареса забирает Фокса и захоронит Тапсона последний Гобби. 8% здоровья. Гобб пытался ворваться на Аплент, но его Иса спокойно забрал. Три минуса от Иорданца. Опять-таки же мощно начинает один из основных игроков, которого мы выделяли на карте оверпасс. Ну и первый пистолетный раунд в этом противостоянии для команды HellRaisers оба проиграли на оверпассе, но это не помешало затащить карту. И да, действительно, вот опять же аплодируем стоя скаутам команды HellRaisers. Вот находят они нужных ребят в команду и Voxic, и Иса, да и вообще тут все легенды успели, по-моему, отыграть. В команде HellRaisers Иса очень жестко вообще прокачался до конца прошлого года. И я думаю, этот парень не остановится в этом году, также будет очень сильно улучшать свою игру. Ты упомянул Ису, Voxic, но ты забыл про DeadFox. Это тоже работа скаутов, которая на самом деле, вот сейчас без шуток, реально он очень крутой игрок. Возможно, моментами он не зажигает, ну, в плане убийств, там, серии убийств и тому подобное, но он действительно талантливый тиммейт. А это, проверьте, очень важный скил, когда ты умеешь грамотно взаимодействовать со своими партнерами. Тем временем, Voxic разобрались без каких-либо проблем против экономического раунда BIG, и сейчас с большой вероятностью мы увидим полную оружейную закупку. Значит, Юр, я думаю, там как раз DeadFox компенсирует этот баланс ярости. Есть Voxic, который может там загореться в любую секунду, и есть такой спокойный, более-менее такой хладнокровный DeadFox. Ну, должен быть такой человек в команде. Конечно, было бы очень круто, если бы DeadFox моментами зажигал так же, как и был партнером, но они есть. Просто когда проигрывают Ашеры, все обращают на это огромное внимание. Хоббит, вот это да! Кстати, интересное решение от BIG. Было 4,5 тысячи долларов практически у каждого, но это 2K Force и аркада базы B. 3 в 3 ситуация, не без проблем, беги, но все же вскрывают оборону Бэплэнта. При этом Нэкс остается красный, 7% здоровья, ну и вот только сейчас Тапсон заносит бомбу на установку. Ой-ой, дабл-пик против DeadFox, опасная ситуация, Ксантарес и Тапсон прикрывают этот выход, и там же зажался. Втроем зажимаются парни, но это жесткий выпад, размен. 1 в 1 ситуация. Ну что, турецкая разборка у нас, свитч девайса от Voxic, подбирает MP5. Ну и сейчас попытается показать Ксантаресу, кто тут папочка. Набор гранат очень крутой у Voxic. Крутно манцует Ксантарес и Voxic забирает. А ведь это была снайперская винтовка, а Шеры плотно потратились в прошлом раунде. Ну и вот, пожалуйста, опять же, это правило всегда работает. Если что-то идет не так, рашбэ. Ну, это был непростой рашбэ, было действительно очень крутое решение. То есть, вы знаешь, обычно мы привыкли видеть, и Ашера, наверное, тоже, что после полного экономического во втором раунде команда закупается. Что сделали беги? Они провели 2к форс. Это были пистолеты с арморами, с раскидкой. Это была быстрая атака на бэпвент, с которой вроде бы изначально справились ребята из Ашер. Хоббит сделал два минуса, но вот что-то дальше пошло не так. Да, просто продавили точку, зашли, поставили бомбу, подобрали эти МАК-10 и 3 в 3 спокойно приняли соперников. Вот такие моменты, думаю, что все-таки раунд 3 банан очень актуален. Иногда он действительно просто необходим, особенно вот в таких вот сложнейших ситуациях. Ну, классно сыграли беги. Немножечко не прочитали это Ашеры. Ну, и это добавит интриги к нам. На вторую карту, друзья, очень сложный бай. Хоббиту как жестко прилетели хаешки, 16 хп остается. Это одна хаешка, потому что у Хоббита не было армора вообще. Да, 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 всего одна даже была. Кирилл Карасев ситуацию исправляет, с МП-9 отрабатывает потно по БИГ. Два минуса, Некс Ксантаро погибает. И Кирилл, подобрав снайперскую винтовку, уходит на безопасную позицию. Я видел, там просто за ним полетел уже Губи, но в последнюю секунду остановился. Он как будто прочитал то, что прикроет Кирилла. И там уже принимал банан Дэдфокс, не попадает в Оксикса скаута. Проблемы, проходит Кизиан в арку. А вот тут-то начинаются серьезные проблемы у Хеллрейзерс. Их разделили, два плюс два, и тут важно сейчас дать какой-нибудь минус и остаться четыре в два. Это добавит уверенности. Коменд Хеллрейзерс, ну, оббегаем, понятное дело. Он увидел, он увидел Тапсона, но не успел. Все, теперь пошла инфа. Для Дэдфокса и Ангела ребята вас сплетуют. Возможно, им стоит пикнуть банан вдвоем. Вот как раз-таки там агрессивная позиция, но с большой вероятностью, глядя на карту, там лежит дым. Да, вот что же здесь будет. Итак, ошибка Дэдфокса или... Хорошо. Воксик по пятам Тапсона заходит, забирает его в спину со скаута. Отличный размин от Ангела. Третий минус для капитана команды Хеллрейзерс в этом раунде. Будет для четвертой Кирилл Коростев. Кирилл не там. Кирюша. Что это было? Все нормально, Кирилл. Иса исправляет. Знаешь, такое ощущение, что Кирилл подумал, что у соперника плащ-невидимка и почему бомбы не ставятся на гробах? Он такой, а как? А где бомба? Что это было? Но все равно Кирилл молодец. Ребята, я, кстати, не знаю. Вот сейчас я думал, что Ашеры уже там неделю на базе сидят. Так как я понял, что Хоббит, мне ребята тут за кулисами сказали, вроде с Питера еще играет. Ну, по пингу можно, если тап нажмут, мы поймем, где Воксик находится. Ну, я точно знаю, что 9-го числа, 9-го февраля Хеллрейзерс собираются в Киеве на буткемпе. И, соответственно, только к этому моменту будут вместе играть. Да, Иса, смотрите, Иса, Воксик дома играют. Ну, и посмотрите, а, и немецкий сервер. Тут большое, конечно, преимущество у бегов по пингу, если честно. Ну, и Ксантарес, конечно, также из дома играет, судя по 52. Но у четырех игроков бегов стрельба получше. Вот чисто по показателям техническим. Так, ну что же дальше? Очередное интересное решение от BIG. Один АК-47 в руках Ксантареса. Четыре пистолета, два П-250, два тека. Тапсон и Гоби верят, что таки по-прежнему актуальны. Посмотрим, какими распредятся. Агрессия от Хоббита, но Ксантарес ее остановил. Флешку съел Хоббит в последнюю секунду, я так и не понял. Мне казалось, что он уже видит, но не стрелял по сопернику. Хорошо, на банане разбираются. Но второй раз уже здесь сумасшедшие проблемы. Спасает, пытается раунд Воксик, но на него уже в упор просто выходит вся атака. Это сейв от Килл Рейзерс. А вот это интересно. Кстати, вот знаешь, вспоминая то, что говорили наши аналитики, а в частности Сергей Бижанов, что карта Инферно — это та вокация, на которой как за сторону контртеррористов, так и за сторону атаки действительно частенько можно брать форсированный бай. И это то, что делают БИГ. Два форсированных раунда и две победы. Стоит отметить, страдает пока что база Б. Как бы у Афшера дальнейшие проблемы не возникли, знаешь, какого характера. То, что ребята сейчас бы не перестроились под бетом, не начали играть три банан и не получили фаста в ближайшем раунде. Какую-нибудь просто пробежку на двух игроков, которые останутся на аппленте и просто не успеют стянуться на хилпу. Но посмотрим, посмотрим. Я думаю, ребята, конечно же, знают, как выходить из таких непростых ситуаций в защите на карте Инферно. Пока это действительно такая боевая игра, боевое начало. Вы помните, как начинался оверпасс. 2-0 в пользу бегов и два раунда, 3-5 в меньшинстве. Какой-то жестью вытягивает Ашера и переворачивает игру, убивает экономику и ГГБ. Да, вот и коэффициенты подъехали. Знаешь, даже несмотря на практически равное начало на Инферно, букмекер пока что больше верит в команду Хеврайзерс и очень, в кавычках, больше верит. 1-3 против трех с копеечками. Действительно очень интересно. Работать на АВП сейчас в атаке, посмотрим также за Капитаном. 4 Калаша также в помощь команде БиАйДжи. Ну и сейчас более-менее неспокойный раунд. Дрова зашел игрок на банане. Ну и пока что очень аккуратно проходит позицию ступенечек, занимает дом под Аплентом. Кстати, вот вспоминаю Фурию, вспоминаю Юрия, как он отыгрывал в доме на Инферно в соло, просто принимал таких игроков. Ангел забирает, отличный момент, выживет. Да, выживает Кирилл. Минус дом. Так, забрал Тапсона, 3 в 5 ситуация, ошибки сейчас будут от Тизиана. Да, это минус для Воксика, но просто посыпались биги в этом раунде. Хороший ответ от команды Хелл Рейзерс. Что происходит? Качели настоящие у нас на карте Инферно. Знаешь, есть такое предположение, возможно, это даже предложение для БиАйДжи, не покупать девайс. Зачем, парни, у вас все хорошо получается с пистолетами в руках? Ну, там по арморчику деглы гранатки полетели, все хорошо. Один фармган, и иногда этого достаточно. Кстати, близкий момент был на банане, вот в шаге от провала находился Кирилл Карасев, очень своевременно влетела флешка. Что странно, она зафлешила как Сантаареса, так и капитана команды Хелл Рейзерс, но все же более удачлив оказался Кирилл Карасев. Итак, давайте посмотрим, беги, три через яму, двое, ну такой же дефолт пытаются разыграть, там поаккуратнее на банане. Но на ступеньках тут агрессия была в исполнении Хелл Рейзерс, по-моему, услышал соперников, спецыгрок Ашер, и наступал, дал молик и отступает обратно. Это был Иса. Да, также очень близко здесь, недалеко перед домом на шарте работает Воксик, через лонг будет отыгрывать Дэд Вокс, но он уже перемещается вглубь плента, дают они эту зелень. Ну и банан вот сейчас спокойно вот в таймер заходит БИГ, там уже никого нет, четыре игрока у Ашер принимает аплент. Кстати, очень интересно, защита расположилась, два игрока на коротком, один на длинном, игрок прикрывающий ковры, а вот беги опять-таки же строят свою атаку в направлении базы Б. Это не фейк Б или сплит Б? Это фейк, попытка задергать главку, а вот теперь выход на базу Б, там один игрок у команды Хелл Рейзерс, и сейчас у Кирилла Карасева будут серьезные проблемы. Лучше просто не умереть в этой ситуации, отдать плент, либо дать один минус как-то и не убежать отсюда. Нет, у Кириллы проблем не будет. Два минуса с капитана, хоронит Сантареса и Некса, тиммейты приходят на помощь, и это пятый минус, который достался Хоббиту. Ну, первый игрок накинул смок Кириллу, у Кирилла оставался дым, он его отлично применяет в конце раунда и просто бесшансово забирают себе этот раунд Хелл Рейзерс. Отличная игра пока что-то Ашер, никто не выпадает, все работают, мы видим у Тизи, она пока проблемы, 0-0-6, и еще никого не убил он в этом матче. Губи также всего лишь один фраг за 7 раундов, но опять же фраги это не главный показатель, самый главный счет на табло 5-2. В защите спокойно отыгрывают Хелл Рейзерс, но были проблемы против пистолетов, как раз вот эти два раунда. Знаешь, что-то мне подсказывает, что в рамках именно нашего турнира получить звание агента будет вдвойне, а то и втройне престижней. Где-то в этом что-то есть такое, да? А звание вот этого суперагента 0-15? Ну, рулон, но он не агент, он просто рулон. Ну, он просто рулон. Итак, Тизи в шаге от того, чтобы получить это звание. Вот, есть. Вообще без проблем. Агент оформлен в этом матче 0-0-7. Ну и спокойно, без потерь, плюс деньги, раунд для команды Хелл Рейзерс. Уже 10 тысяч у Иссы, 8600 в Оксик, 8200 Ангел, в общем-то 10700 на Дэдфокс. Короче, с экономикой все просто шикарно у команды Хелл Рейзерс. В принципе, с экономикой бегов тоже будет шикарно все, как только Ашеры выйдут там на сколько-то, 5 раундов подряд, когда 3-400 начнут насыпать ребятам из ПИГ. Опять же, все это вы прекрасно знаете. Пока что очередной пистолетный 2К экономический раунд. И что у нас? Теки, МАГ-10, два деглана. Вот уже три банана этот раз. И опять-таки же, попытка вскрытия ворону базы Б, проблемы, казалось бы, у Хоббита, но нет, Ксанта Роса забирает. Это не Б, это фейк этого раунда. А там три игрока на Б-планте. Ну тут три игрока на Б-планте, а там три игрока по коврам уже с бомбой пытаются пройти. Даже если были бы пятером, не было бы шансов. Вот быстрые попытки контрятся гранатами, дым на коврах, который не позволяет игрокам команды Биг выйти в этом раунде. А вот получилось бы зацепиться за девайсные раунды, возможно, там бы почаще было 3Б, и можно было действительно, вот как я говорил, поиграть с фаст Апплентом. Ну, просто перестреливают спокойно, уверенно, командно действует команда Хилл Рейзерс. Видно, что тяжеловато Бигамом, нужно дать пару неделек, а может и побольше, чтобы хотя бы какой-то отчерк. Ну, как это вырисовалась какая-то игра, знаешь, чтобы было понятно, что делает команда. Были уже видны какие-то дефолты, сильные и слабые стороны. Потому что, я думаю, даже аналитикам там сложно ожидать, что же делать с командой. У него это получилось, наконец-то делает минус. Ура, но куда полетел Дэд Фокс? Вот зачем это было? Вот совсем ненужная агрессия со стороны мертвого лица, и в итоге Тизин заработал первый фраг. Это 7-2, это действительно уже солидная серия раундов в исполнении команды Хилл Рейзерс. И, ну, знаешь, с таким-то рвением Шеры претендуют на действительно комфортный, я бы даже сказал, максимально комфортный счет по итогам первой половины. Ну, не стоит расслабляться, нужно как-то попытаться вот дожать вот вообще в 13-2, там 12-3 своих оппонентов. Все-таки сейчас Биги уже более-менее привыкают к этому стилю обороны, и в конце концов у них какие-то варианты еще найдутся. Ну, и всегда, опять же, мы не застрахованы никогда от хэдшотов. Возможно, пойдет стрельба в исполнении, ребят, мы посмотрим. Пока чуть-чуть побыстрее на Апленте работает команда Биги, но вновь антрекилл на банане, и вновь в 3Б разыгрывает команда Хилл Рейзерс. После этого минуса сейчас четко могут быстро перетянуться, но чуть-чуть ошибся Воксик, буквально вот на долю секунды. Ну, знаешь, обычно это получалось. Минус на базе боя, и параллельно где-то опорники Аплента также подхватывают и забирают кого-то из Биги. В этом раунде Воксика остановили 4 в 4, а вот это уже интересно. Биги не торопятся, выдерживают паузу и постараются показать нам действительно, ну, какой-то верный раунд. Потому что до этого мы видели только успехи на форсированных закупках. Было бы неплохо увидеть что-то с оружием в руках. Тизиан услышал про прыг, то, что не будет сверху с ковров принимать игрока. Иса отходит назад в плент, но тут что-то фейком попахивает. Посмотрите, два игрока с бомбой идут на банан, но мне кажется, они не пойдут на Б, мне кажется, это будет возврат на плент. Ну, кстати, Ашерс точно так же стоят 2-2 по плентам, а вот Биггам надо задуматься и попытаться собраться вместе и коллективно продавить один из... Сейчас закрывается самоком, большие пески, пойдут туда флешки и, в принципе, как раз там в больших и находятся два игрока обороны. Вот в чем самая главная фишка этого раунда. И, если честно, тут могут быть проблемы. Так, третий стягивается, это Хоббит, Саугом спешит на помощь тиммейтам. 20 секунд в распоряжении Бигг, очень долго, очень долго. Есть информация по Дэдфокусу, это первый минус, прочекают второго, да. Дастон забирает Ису, вот он, третий раунд для БиА и Джи. Тут даже по-другому сыграли ребята, пошел смог под библиотеку, а с песками увидели, как жестко справились, там через молотовые флешки, просто шикарно. Опять же, вспоминаем слова Ламабота, вспоминаем то, что он сказал, что Бигги очень классно применяют гранаты. В этом эпизоде это было именно очень и очень круто. В итоге минус по Воксику зарешал в этом эпизоде и достаточно команды ситуации 4-4, чтобы уже она себя чувствовала комфортно в атаке. Вот насколько важны антрекиллы для Хеллрейзерс в этом раунде, вообще в этой карте? Ну и опять же, очень, ну скажем, не то чтобы неоднозначное решение от ХР расставить силы 2-2, нам просто решили сыграть от дефолтного положения силы и не пытаться угадывать. Там Хоббит уже не успевал перетянуться, вот видимо уже не успели просто уговоренно заколить эту перетяжку. Ожидали, что возможно это будет банан, да, и уже потом по факту пришлось и отыгрывать 2-2. Но опять же, если об этом как-то можно стать вдвоем, то нам увидели, что большие пески просто уничтожили. Как ты отметил ранее, вот как раз-таки Хлпующего Хоббита отрезали смоки. И вот по сути возможности помогать тиммейтам, которые находились в больших песках у Абая не было. Ну только если бы он не прибежал туда и не залетел в клэм. Ворвался бы в дым, да, но это слишком опрометчиво. Он далеко там даже до арки не дошел, уже атака почти выходила. Ну вот знаешь, есть хорошая новость у Ашер, денег более чем достаточно и уронить их экономику будет непросто. Для этого бегам потребуется взять, ну один уже есть, второй, третий, ну три раунда точно. Ошибка от Апсона. Я обожаю этот раунд, вот я все жду и жду. Первый, второй, это действительно просто. Вы знаешь, как только беги цепляются за какой-то раунд, Ашеры моментально отвечают сверхуверенными действиями. Это получается 8-3. Помнишь там раньше простая подсадка на крышу еще была там, то есть вообще были варианты. Очень разные, веселые на карте Инферно, как с крышами на этих поджимах играть. Ты имеешь в виду на втором миде? Да, да. В этой перемычке, да, это было круто. Да, да, защита могла поджиматься и творить страшные вещи. Ну я думаю, ауды помнят, как это было на старом Инферно. А сокол на Инферно над зеленкой. В CSGO, к сожалению, таких подсадок на этой локации нет. Ух, поехали. Еще один раунд с пистолетами. Я боюсь. Три тека, блок, ЦЗшка. Есть три армора и комплект гранат. Биг двигаются в направлении Аплента. Кстати, вот этот форс неоднократно бига бузили на том мажоре, где выиграли три карты Инферно. И вышли в легенды. Но теперь там прыгать на банане нельзя. И все стало намного сложнее для команды BISG. По итогу, после дистанции, я действительно могу сказать, что это реально карта Инферно. Эта фишка на банане принесла им как раз выход тогда в легенды. Мы увидели, что... Там, кстати, ты имеешь в виду прыжок? Да. Он был и в больших песках. Тогда действительно четко его использовали Биги. И, наверное, это команда, которая максимально продуктивно использовала эту фишку. Багом ее не назовешь, потому что она была открыта для всех. Они ее использовали. Да, они использовали, потом разработчик говорит, ребята, что-то здесь не так, и все это дело исправил. Все очень плохо у Бигов, друзья, особенно если вы посмотрите на фраги. Ну а пока что ловите промо-код, и, может быть, вы выиграете сегодня очень сочный и смачный скинчик. Главное подхватить его своевременно. У вас есть 15 минут, чтобы отправиться на сайт vplay.tv, ввести его в нужном месте. Ну и после этого рассчитывать на госпожу Удачу, которая позволит вам выиграть дорогостоящие скины. Так, что-то меняется вновь. У команды B.I.G. очень быстрым темпом подбежали под дом на шифтах. Проходит втроем в ковры. Прикрывает их при этом еще седьмой номер. Два кне. Сейчас там ничего не оставляют без контроля игроки атаки. Пошел игрок, который был на банане в центре. Вот он, выход уже в пятером на плент. Почти начинается. Но начинается он с фрага от Voxic, который четенько стал в ковре. Еще раз не повезло Тапсу. Voxic оказывается максимально своевременно на коврах, когда тиммейты уже проверили. Voxic, третий минус в раунде. Это сенса миллион. Как он жестко наводится. Это просто невероятно. Просто дикий дурак. 10-3. Два раунда до конца первой половины. У B.I.G. ничего не получается в атаке на карте Инферно. У Goba B.I. один фраг. У Tiziano два. И как-то все. Вот знаешь, везде закрыто. Куда бы ни попытались выйти эти парни, их выключают без шансов. У Дэдфокса все без изменений. Знаешь, как будто это вот... Умирает мало, убивает мало, ассистирует, накидывает. Все четко. Ну, вот знаешь, видно, что парень выполняет свою работу. Да не ходит к нему, да. Все нормально. Слушай, это вот это звание легенда Широв вот так, такими уверенными сделал. Это просто какая-то жесть. Они так уверенно никогда не смотрелись. Либо все-таки беги, пока еще не доиграют. Юра, как ты считаешь? Ну, неоднозначно. Знаешь, вот то, о чем мы говорили. Встречаются два коллектива, которые один якобы не палит в тактике, а второй, ну, собственно, этих тактик не имеет. Старые какие-то нашифровки. Какой-то план на игру, конечно, есть. Но, опять же, его нужно проверить, там, переделать, опять проверить. Ну, давайте посмотрим, что будет после этого размена. 2 в 2 неплохая ситуация получилась на медле. И очень важный минус от Tiziano. И Хоббиту нужно брать клатч. Вот он. И заметь, что берут B.I.G. Форс, Форс и еще раз, ну, я не знаю, это, наверное, дальше больше было похоже на экономический. Нет арморов. Гобби 20%, 42 аутизина. Кстати, два аутсайдера по статистике в рядах команды Берлин Интернешнл Гейминг. Попытаются разыграть клатч против Хоббита. Получится или нет? Ну, что Гобби даст шанс и промахнется, но он не промахнет. Попадает Гобби с АВП. Еще бы. Снайперская винтовка турка работает просто великолепно. Последний раунд, друзья, в первой половине второй карты. Ну, конечно, камбэк всегда можно получить против себя, поэтому расслабляться не стоит и нужно дожимать. Вот вспоминая, когда мы говорили, когда был какой-то уверенный счет, там, 7-1 или что-то типа того, что нужно дожимать вот по максимуму. Все для этого есть. Вот небольшая ошибочка была у Боксика, да, и с него все началось в предыдущем раунде, когда на него в упор просто пришел игрок с пистолетом. И вот такие ситуации не должны попадать ребята на мейджере. Ну что же, пошло... Не то, что по отсадке игрок уже находится в доме. У спи Айджи. Воксик должен уже перестраиваться, по идее. Да, уходит он уже на лонг. Не успели к нему выйти. Там, по идее, до этого Молик должен был находиться от защиты. И очень хороший пик. Нет, это не пик от Воксика. Это... О, это было. Вот это хорош. Так, вот знаешь, если заберут беги пятые, они могут действительно, ну, получить тот самый, скажем, комфортный, минимально комфортный счет, приемлемый. Вот оно слово-синоним. 3 в 5 ситуация. Дэдфокс Ангел и Иса против четверки Би Айджи. Отличный хэшшот от Тапсона. Ну вот, знаешь, включились беги, но слишком поздно. Два раунда подряд. Такого до этого момента не получалось сделать. Есть размен от Исы. Похоронил Тапсона. Но вот беги уже при этом занимают позиции Аплента, устанавливают бомбу и выбивание оформить Ашером будет невероятно сложно. Да, с одной стороны 5 это не так уж и много за атаку, но с другой стороны, в принципе, этого может быть достаточным, если беги хорошо стартанут и пойдет у них игра здесь в защите. Ну, если мы увидим какой-то действительно железобетонный диффенс в исполнении Berlin International Gaming, тогда второму дасту быть. Ну, а если Ашеры сейчас за атаку берут первый пистолетный, там плюс еще один раунд, там выходят на 12 и забирают первый оружейный, то, наверное, это все. Это практически ГГшка. Сколько они взяли? Три форса и два оружейных получается, да? Вроде бы да. Жесть. Если что, посчитает наша студия аналитики, ну, это действительно первые раунды точно были, там пистолеты, пистолеты. Сейчас мы увидели пистолетный раунд. Ну, да, три вроде бы. Невероятный показатель. Но из пяти три с пистолетами в руках. То есть ты намекаешь на то, что старые проблемы по-прежнему присутствуют или они вернулись? Я не знаю. Да, это говорит в первую очередь о каких-то моментах, где Ашеры теряют концентрацию. Ладно, вы проиграли первый форс. Там все было, ну, как-то вот, ну, скажем, неоднозначно. Сейчас форс выиграть за атаку не так уж и сложно. Да, об этом говорили. Но три форса проиграть, это уже, ну, действительно серьезный повод задуматься. Ну, что же, друзья, слышим таймер. Надеюсь, да, это начало второй половины. Ну, что же, удачи всем фанатам БиАйджи и Хелл Рейзерс. Просто людям, которые обожают Counter-Strike, хороших нам моментов. Ну, и ребятам, опять же, поменьше лагов и хорошей игры здесь, в второй половине. Итак, что делают ребята из Хелл Рейзерс? Занятие банана. Прогнали отсюда ребята из БиАйджи. Стоит отметить, Биг особо не дрались за банан. Отмечаем два набора смоков и флешек от Хоббита и Ангела. Ну, и, конечно же... Возможно, это будет ретейк. Без диффузов играет команда БиАйджи. Да, под флешку. Врыв на Воксика. Первый фраг для Ксантареса. Вот знаешь, креативно сыграли. Есть инфа 3б. Была флешка и два выпали. Ну, продолжает Ашер лезть. Непонятно, когда Тапсон забирает от Фокса. Сейчас Тапсон нас заберет в ответ Иса. Ну, и 3 в 4. В принципе, такое легко еще можно перевернуть. Еще учитывая то, что Ксантарес красный. Тут отхалдиться можно. Они еще сами там исполнят. Либо разделятся. Но точно вас вчетвером принимать на точке Б не будут. Ну, и вот это и происходит. Один хелпующий, грубо говоря, один в пленте. Гранат уже в защите нет никаких. Выходишь, вешаешь из глока, подбиваешь прицел. Ну, это уже понимают сами. Беги. Ну, и Ксантарес такой хелпующий. Ему могут просто с пулей навесить там. Ну, кстати, вот по раскидке вроде бы все хорошо. Дым на хелпу, дым на гробы. И это позиции игроков БиАйджи. Гоу! Ксантарес, будучи красным, забирает Хоббита. Ответ от Кирилла Карасева. 2 в 3 по-прежнему есть красный Тизиан. Ох, могли забрать пули. Прям просвистело где-то с Тизианом рядышком. Ну, как же так. Ну, тем не менее, 2 в 3 может ворваться сейчас. Хорош, Гоу Би забрал Ису. Кирилл Карасев последний. Это надежда команды Хеврейзерс. Но нет. Есть вся необходимая информация. Кирилл на кафеле. И это фраг для Тизиана. Кирилл попытался влиться в кафель. Уже в респаун убежать. И остаться 1-2, но это понимали как раз игроки. И просто побежали за Кириллом. Легко забирают его. И это все-таки пистолетка за Би Ай Джи. Но сейчас могут закупиться Хеврейзерс. Вот реально могут купить. Кстати, во вчерашнем игровом дне против бразильцев в Фурия Хеврейзерс, когда проигрывали пистолетные раунды, они не закупались. Они дисциплинированно проводили экономически. Возможно, тратились на пару пистолетов. Но без арморов, без раскидки. И в третьем закупались. Здесь совсем по-другому все. Здесь решили, что зачем лишний раунд отдавать. Сейчас после бомбы можно, скорее всего, и... Ну знаешь, глядя на закупку Би Ай Джи, решение Хеврейзерс очень даже кстати. Да, у них как-то даже кажется, что пушки и получше, учитывая то, что у них два пистолета. Но все равно там 3 МП-хи. Крокодил, вот это страшно. Знаешь, ну я бы... Не советовал встречаться с Гобом Би. Да, он стоит там как раз вот где на сигарете получается. Он, по идее, принимает ковры, если что, шорт. И там реально такая ближняя дистанция. Этот скорострельный шутган может очень жестко проработать. Но посмотрим, какое будет решение. Мы видим пока что укрепление медла в исполнении команды Би Ай Джи. А Шеры все-таки пошли потихонечку на ретейк Банана. Это очень важный момент, потому что сейчас зайти вот так вот без инфы в центр могло очень плохо все закончиться. Ну и, соответственно, вынужден перетягиваться к Сан Таресу. Так, выход на базу Б. Что у Сан Тареса? У Сан Тареса МК. У Тизиана МП девятый. Хеврейзер с практически всем составом под Бэп Вентом. Четыре в два. И постараюсь показать нам хорошую атаку. Кирилл Карасев какой же важный минус. Забирает Тизиана. Заходит ситуация 3 на 3. Правда, Ангелу все-таки прилетело. Браво, Карасик. Карасиков в чат, капитан команды Хеврейзерс. Он это заслужил. Два минуса при вскрытии базы Бэп. Чуть не умер Карасик, но успел убежать. Обратно сейчас его зажимают в пленте и... А где Хлпо? Вот и Хлпо. Два на два. Дэдфокс Хоббит. Должны спасать раунд. Есть минус. А вот теперь Крокодил в исполнении Гоба Би. Крокодил даже не стрельнул в этом раунде. Это было, ну, действительно, красиво. Очень хорошо, что Аширы пошли на Б. Потому что на Аплэнте действительно этот шутган мог там уничтожить. Ну, знаешь, Кирилл после первого соперника, которого взрывал на подсадке, остался красный. Но как же было важно забрать Ксантареса на гробах. Кирилл это сделал. Продавил гроб и остался жив. После этого долго мансовал, что, собственно, позволило сделать Хоббиту минус по игроку, который вырывался на кафель. Ну, а дальше было дело техники. Кирилл хорош. Выбита экономика Б.А.И.G. И ребятам играют форс-раунд. То есть это 12-й и, возможно, 13-й. Если сейчас Аширы берут раунд, в принципе, все по-прежнему под контролем команды Хеллрейзер. С датом остается, грубо говоря, один оружейный. 12-6. Нет денег. 13-6. Ну, а вот со счета 13-6, конечно, Биг попытается вернуться. Хотя еще надо не проиграть этому форсу. Начало положено. Нек забрал Ангела и соответил. 4 в 4, но по-прежнему мы знаем, насколько опасны форсированные раунды в исполнении Б.А.И.G. Перетяжка на точку Б. Четко раскидали гранаты здесь в центре Аширы. Очень неплохая такая командная скорость. Хороший темп. И если сейчас особо не остановится на банане и пойдут, то это выход, ну, максимум на двух соперников. Пока здесь только один. Иксантарес в полупозиции. 5-7 вроде бы в его руках. И, ну, давайте смотреть, вот не ошибутся ли здесь Аширы, либо не зажгут ли здесь Биги Тизина. Хорошее решение. Прострелы сквозь дым. Тизина забрали. Есть информация по Ксантаресу. Это слишком просто. Слишком просто пытались сыграть Биги. Стояли за смоками. И, знаешь, вот Аширы как будто чувствовали эту ситуацию. Это не новое решение, скажем так. Они не открыли Америку. Они начали накидывать гранаты. И после этого нашивали на ближние позиции 2.А.И.G. Забрали Тизина, услышали, куда смещался Ксантарес. И забирают Аширы 12-й раунд. При этом очень важно. Они устояли против форса. Вот, знаешь, сами себя Биги загнали в подобное положение. Вот это по-прежнему у меня вызывает сомнение выбор карты оверпасс. Знаю, насколько хорошо играют ее хаврейзерс. Знаешь, ты же сам знаешь, насколько они грамотные. Они очень грамотные. Самые, наверное, вот такие вот подкованные в таком плане. Ребята, вот на уровне Астралии. Хотелось видеть какую-то плотную серию. Но пока что мы видим действительно доминацию одного из коллективов. И это хаврейзерс. Кстати, опять-таки же, букмейкер был абсолютно прав. А вот наш ведущий Алексей Костылев, который поставил на B.I.G., наверное, уже где-то, ну, так скажем, чувствует себя не совсем комфортно. Таймал кураж за эти дни. Он верил, что... Куча предикционов хороших. Я верил, что беги, пройдут финал. И у них были шансы. Но вот то, как настроены хаврейзерс на победу в этом матче, конечно же, заслуживает отдельной похвалы. Шансов все меньше и меньше на победу в этом матче у B.I.G. Буквально четыре раунда остается Ашером до взятия второй карты. Иса уже дает прострелом в голову еще. Некс. Хедшотик. Минус первый. Есть антрекилл. У Иса 29 хп остается. Банан пытается расшатать Ангел. Получил сразу на пол хп. И говорит, все, я все понял. Мы пойдем на выход. Четыре в два. Ну, здесь все очень плохо для команды B.I.G. Вновь не могут ни угадать, ни прочитать, ни чем-то удивить команду Хаврейзерс. Ну, знаешь, не без везерения в этом моменте. Три процента здоровья остается у Хоббита. После минуса по Тапсону. А ведь все могло сложиться по-другому. Но сегодня госпожа удачи на стороне Хаврейзерс. Хотел сказать, что еще все может случиться. Но нет, Ангел забирает икс Антареса на банане. И хоть там три битых игрока. Ничего не получится у B.I.G. В этом раунде это 13-й для Хаврейзерса. Действительно, здесь все меньше и меньше шансов у бегов. Сейчас никого не теряют парни. Это вообще плюс экономика будет хорошая для Хаврейзерс. Но я не верю. Мне кажется, кого-то зацепят здесь в этой драке. Убойный дуэт остался у Berlin International Gaming. Гобби Тизиан, герои первой половины. Хотя идет только один игрок. Это Тизиан. И мы видим, что в принципе здесь на планете остается только АА. А вот и первая жертва. Это Кирилл. Возможно, если прочекает. Нет, Кирилл прочекает. Знаешь, опыт капитана виден издалека. Знаешь, вот несется там в оксик, но есть вероятность того, что не проверит. Горячий, молодой, амбициозный, бежит. Ну, какие-то позиции не проверяет. Кирилл Красев уже научен жизнью. Знаешь, неоднократно получал леща в затылок, когда не проверял этот ящик. Я думаю, опять здесь мега-колоссальный опыт у Кирилла. Тут вообще нечего говорить. Но Гобби все же красавчик. Нашел. Забрал Хоббита. Не дал Ашером провернуть идеальное преступление и закончить раунд без потери. И еще и подобрал АК 47. Это действительно хороший момент, потому что у Бигов очередная, ну, по сути, форсированная закупка с учетом того, что на следующий раунд денег хватит. Да, но все равно вот попасть в такую историю я никому не пожелаю. Это просто какой-то ац. И так, либо они вот тебя послушали, такие, а, там Юра на стриме сказал, что зачем вам девайсы, пацаны, покупайте пистолеты. Ну, в принципе, не та половина, правда. Три ЦЗшки, 5-7, один АК 47, подобранный Гобумби в прошлом раунде. Кстати, доверил он его Тапсону. Понимаю, что Тапсон действительно является одним из основных бомбардиров команды Berlin International Gaming. Есть, конечно, вариант Ксан Тареса. Ксан Тарес не прочекал. А вот сейчас увидел. Дэйн. Никак не среагировали Ашеры. Ну, знаешь, не торопятся. У них более чем достаточно времени. Вот здесь решение Ховрейзерс мне нравится, потому что не стали торопиться, понимая... Сейчас ломанисты сюда, а вдруг тут 5 сидит. У тебя нет никакой информации. В центре выпад от Тапсона, вот с того самого Калаша идет минус, который, в принципе, ну... Ну, не стоило там, наверное, даже искать соперника. Ну, ладно, уже не будет. Ну, скажем так, Гобби был абсолютно прав, доверив Акантов седьмой Тапсон. Второй минус от Тапсона. Забрал Кирилла Карасева на главке. Отпустил ли Дэдфокс. Это третий. Там был свитч девайс или что у него? Он вангует Гобби. Говорит, Тапсон, ну, не эйс, но ты раздашь. Итак, в октяк последний. Сантара замечает его в дыму и спокойно забирает без потерь. Би и Джи на карте Инферно забирают четвертый форсированный бай против команды Ховрейзерс. Опять же вот... Красиво. Хоббит был красным, и он там пошел искать этот пистолет. Или где его убили вообще, Хоббита? Или это Губи вернулся по коврам и нашел все-таки Хоббита? Когда отдал АК-47 на коврах? На коврах. Точнее, Хоббит искал. Хоббит именно искал. Опять же, было не так много ХП и просто принес калаш, с которого потом потушили тебе всю команду. Вот насколько это было необходимо. Ну, видно, немножечко расслаблены парни все. Опять же, очень опытный также уже игрок Хоббит. Чемпион мейджора, извините. Есть в составе команды Хеллрейзерс. Да, единственный. Единственный чемпион. У Дэдфокса все стабильно. Он не умирает, но и особо не убивает. Вот, знаешь, все хорошо. Вот если сравнить статистику оверпасса и карты Инферно, все максимально схоже. Все стабильно. Ну, там мошерчики, конечно, умирали побольше. Ну, я про всю остальную команду. Там у Абая вообще, точнее, не у Абая, а у Иса была статистика 15 на 17. В тот момент у Дэдфокса было 9 фрагов, при этом 10 смертей. То есть Иса умер в 7 раз больше. Ну, не в 7, а на 7 раз больше. Агрессивно, по-моему, собираются сейчас проходить бананы ребята из команды Хеллрейзерс. Да, пошел Кирилл. Запускать сейчас будут Кирилла. Посмотрим, кто кого. Здесь очень близкая дистанция. Запускать Тизена в ответ. Кирилл, нет, не вешает вертушку. В ответ также ничего не прилетает из банана. Там Смок хорошо лежал. Звонок в камбэчную от команды БИГ. Да, команда, кстати, с характером. Вспоминая вчерашнюю группу против команды Spirit, проиграв карту Мираж, проигрывая Дэдас 2 со счетом 6-0. БИГ в какой-то момент проснулись и действительно начали камбэк. Конечно же, ну, Ашер и не Spirit, и будет сложнее, но все же попытаться стоит. Заметил Дэдфокс соперника, был молотов. Хорошо применил, хорошо вообще сыграл в этом эпизоде. И вот здесь ключевой момент этого раунда. Если сейчас поймают Тизена, ему дают молик. Ты же даешь молик, чтобы прочекать и... И не контролируешь. Подожди секундочку, да, вдруг он действительно там сидит. Так, по флешку Тизен заметил Иссу. Постарается забрать еще и Ордамса. Либо он просто себе закрывал, что и уже хотел бежать на А. Но ладно, это уже другая история. В итоге получилось все очень печально. Да, знаешь, вот если продолжат беги в том же духе, то простой победы Ашером на Инферно не будет. Итак, тайминговый выпад на главку. Никто не смотрит в спину. И в линию просто забирают. Это вертуха от Дэдфокса. Заданая Иссу, сам погибая смертью героя. 13-8. Нет денег у команды Хеврейзерс. Вот и доигрались. Вот и доигрались. Это выход на девятый для БиАйджи. А вот знаешь, если доберутся до десятого, то вот с момента, когда у тебя в табуляции появляется двойное число, то есть 10-11 раундов, вот уже как-то морально тебе проще тащить. Ты уже некий барьер преодолел. Практически ничто не предвещало беды. Но Ашеру умудрились отдать свой 14-й раунд. Опять же, вспоминая этот раунд, когда засевленного калаша всех поубивали. Плюс 4 пистолетом. Ну и вот опять же не забрал 14-й. Потерял где-то экономику. И теперь хорошие раунды от БиАйджи. И вот и, пожалуйста, 13-8. Да, пока это 5 раундов преимущества. Ну, грубо говоря, 4. Так, поджим от Александра с базы БМ. Уже в спине троих игроков Хеврэйзер. Забивает просто всю команду. Причем делает это без хедшотов. То есть, знаешь, строго в тушку. Да, убивает бомбу. Строго в тушку, но стрелял. И, в общем-то, заканчивает раунд для своей команды. Ситуация 2 в 5. Практически невероятно такое подтащить. Дэд Фоксу Иси. Это будет суперраунд. И, возможно, раунд всего чемпионата. Подтащить такую ситуацию. Девятый. Девятый просто обязаны забирать себе ребята из команды БиАйджи. Иксантарес идет за очередной жертвой. За своим четвертым фрагом. Есть минус. Также от Тизиана. Все, друзья. Это девяточка у бегов. И важнейший. Ну да, будет, скорее всего, сейчас оружейный раунд. Хорошие деньги. 4 500. 4444. Ну, не самый лучший. Знаешь, это АК и парочка гранат. Ну, или вот выбор в пользу легких арморов. Могло быть и похуже. Вот, наверное, Галил тоже вот вариант. Посмотри на арсенал гранат команды БиАйджи и у Хеврэйзерс. Но в беге обороняются, а Шерам надо скрывать позиции защиты. Вот, бегам сейчас эти смоки все понадобятся. Итак, 3 на банане у команды БиАйджи. Получилось до этого неплохо разобраться в этой позиции. Но все равно, посмотрите, Хоббит идет агрессивно. Нарывается на АВП и вновь он 3 килл от защиты. Ну, знаешь, Браво Тапсон. Действительно, именно с его успешных действий начался камбэк. И он продолжает это делать. Пошел сюда и Ангел также воевать. Плюс бомба не так далеко за поворотом находится Воксик. Сюда ее заносит, кстати, на банан. И сейчас развеются смоки. Ой, как тут. Тизиан, будь ли убийство Воксика. Ну, чудом турок выживает в этом моменте. Действительно, патроны летели над головой. Правда, и Тизиан, и Воксик мог забрать. 3 в 5. Так, а Шеры вот действительно... Надо вот уже что-то показать. Потому что просто вот так вот ползать по карте действительно приведет к каким-то печальным последствиям. Буквально два заготовленных раунда разыграть нужно ребятам и закончить эту встречу. Но, видимо, придется подождать. Не умирать на стартах. Вот ты все правильно говоришь. Надо показать какие-то хорошие и рабочие заготовки. Тапсон есть минус по Воксику и соотвечает. 2 в 4. Но на Плен заходят в ситуации 2 в 2. И это то, что может сработать. Так, есть инфа по Пленту. Есть, скорее всего, инфа по большим. Опять-таки же вспоминаю то, о чем говорили наши аналитики. Гранатами БиАйджи грамотно отрезают попытки захода своего соперника. Ну и дожидаются тем самым помощи. Ой, слушай. Ох, какой важный минус от Дэдфокса. Ну что, зашжет? Нет, Иса не забирает библиотеку. Да дожить нужно ему этого игрока и побежать, наверное, на точку Б. Тут можно еще поиграться с соперниками. Он просто вешает хэдшоты. Один на один в шарте соперник. Услышит? Нет, не услышит. Сантарас закрывает. Да, изи, изи. Для Ксантараса. Ну, дал, конечно, поставить бомбу Ярданцу, но, наверное, история уже не про это. Очень важный минус три от Иса, даже несмотря на то, что Биги взяли раунд. Выбил, выбил немного экономики сейчас. Ну, посмотри, сколько денег у БиАйджи. Ой-ой-ой. Там 10, 10, 10. Шестерка у Тапсона, у Ксантараса 14. Кстати, Ксантарас по-хорошему должен сейчас давать дроп Тапсону, чтобы продолжать собирать деньги. Чтобы не брать 16 тысяч. Стабилизировать немного деньги у своего тиммейта. Вот это поворот. Мы там уже, грубо говоря, подводили итоги этого матча, да? Но нет. Но нет. А Шеры проиграли четвертый форсированный байк команде БиАйджи. И это, неужели это то самое начало камбэка? Даже ЕСБ немного пересмотрел свои взгляды. Уже не все так просто в плане коэффициентов на победу Хелл Рейзерс. 1,5 на Бигов, по-моему, 2,3. Ну и не забывайте про великолепную опцию. Застрахуй. Свою ставку. Хороший минус на Банане по Ангелу. Но знаете, что хотелось бы сказать? Дальше нас ожидают реально такие жесткие майнгеймс. Вот что делать дальше? Например, Бигам. Вновь играть 3 и Банан. Третий раунд или четвертый там оружейный подряд. Что, как бы ответят Ашеры? Вот ожидают они этого Банана. Либо все-таки решают играть выход на Анну. Вроде бы сейчас как раз и читается то, что они какой-то раунд по даблют разыгрывать. Поэтому вот интересно, кто завангует, кто заколит нужный раунд. Это очень важно для Ашеров, опять же, выиграть со счета 13-11 и наконец-то свой забрать 14-й. Было бы неплохо зацепиться за форс. Это то, что, ну это двойной удар. Ты забираешь 14-й и бьешь по морали соперника. И по экономике. И по экономике, но опять-таки же экономику Бигову уронить сейчас сложно. Ну это нужно два таких полных раунда. Сейчас и потом еще раз полные деньги. И еще там что-то останется. Если посчитать там какие-то дополнительные фраги. Ну что же, Тапсон на Банане уходит. Четвертый игрок на точку А. И как раз на этот Банан сейчас и будет выход. Вот это хорошие новости для Ашеров. Ну не будет? Не будет. Так, ну дисциплина прежде всего. Тапсон по впытке номер 2 забирает Дэдфокс. Знаешь, Ашер не торопится на размены. Тапсон третий минус. Хоббиту не дает приземлиться. Будет ли четвертый. Но тут Тизиан должен забирать. Есть минус по Воксику. Иса разменивает. 2% здоровья у Иорданца. И это легкая добыча для Ксантареса. 13-11. Очередная попытка Ашер продемонстрировать какой-то вменяемый раунд с оружием в руках. Так, да. Вот теперь давайте посмотрим. Важнейший раунд. Есть экономика. И теперь вот желательно действительно не 4-5 начать этот раунд. Показать что-нибудь заготовленное. И опять же, что делать с Бананом? До этого все время 3-б. Последние раунды получали Ашеры против себя. Кстати, что там по Респу тоже было бы неплохо посмотреть у Атаки. Потому что, может быть, ты и хочешь выйти Банану. Может быть, все плохо. Да, вот знаешь, ведь по идеальному сценарию команды Хеврейзерс в первой половине они могли забирать порядка 13-14 раундов. По идеальному сценарию. Где они не проигрывают форсам и все такое. Ну, вот пять раундов, в которых забрали БиАйджи, даже несмотря на проигранный пистолетный. Ну, знаешь, да добрали бы этот самый 14-14. Не потеряли бы экономику. Уже бы как-то по-другому эта концовка развивалась. Здесь действительно вот возвращается интрига. И это добавляет интереса к просмотру этого матча. А если такое в Бо-3 еще и проиграть, то очень неприятная встреча. Но пока, я думаю, Ашеры и не думаю даже об этом. Они сейчас обсуждают, как им все-таки закончить эту игру на двух картах. Добить оппонентов. Но, скорее всего, почти все раунды будут на девайсах. Но, опять же, там тоже не все так идеально. 2-300 у Тизиана. 11 тысяч у Ксантареса. 6-900 Некс. 6-100 Гоби. 5-150 Тапсон. Кстати, заметь, Тизиан включился. Человек, который, ну, вот, где-то к седьмому раунду первой половины получил звание агента со статой 0-0-7. Сейчас имеет достаточно приличный счет. 14 фрагов, 3 ассиста, 16 смертей. Вот Гоби мы по-прежнему не видим. И также не видим Некса, как и на карте оверпасс. Вот этих ребят как раз-таки бегам не хватает. Тем не менее, вот за счет действий Ксантареса, Тапсона и уже подключившегося Тизиана, все получается. При этом у Некса пинка, как на лане, просто почти 5 у пацана. Да? Например, у того же, у Иса, по-моему, 56, да? Что-то типа того, там, 50-60, что Иса, что Воксик, что Ксантарес. Ксантарес, по-моему, вообще 65 откатывает. Но зато у четырех его тиммейтов на немецком сервере все просто великолепно. И для него это не проблема. Ну, как бы, да. Как и для Воксика, наверное. Ну что, 5 АК 47-ых. Про скидки на этот раз все хорошо у Хеллв Рейзерс. Особо не торопятся в этом раунде, не рискуют на банане, не пытаются идти на размены, а пытаются показать нам вот то, что мы хотели. Какой-то хороший и верный раунд в атаке. Тут 2 плюс 2, и сюда заходить тоже крайне опасно. Можно хорошо применить здесь, разбросать гранаты. В ответ Молик через смок пролетает. Пошел выход. Кто тут рискнул так жестко? Ангел. Это Кирилл Карасева, а вот коктейлем Молотова были отрезаны. Его тиммейты. Это фокус попытка выхода из ковров. Это минус для Гоба Би. Ну, по-моему, понимают, парни, что это за раунд. Мы говорили о том, что не хватает Гоба Би и Некса, и именно эти парни делают энтри-фраги в этом раунде. У Тапсона проблемы. Минус 37% здоровья. И флешки. И попадает. Все, хорош, забрали Тапсона. Проскочил Воксик. Он за фавиком пошел. Что опасно? Где ВП? Пытается найти его Воксик. Теряет драгоценные секунды. Приходит на помощь БИГ. Подсадка. Два. Торус Арксан Тареса. Но Воксика забрать не сумел. Давай, Воксик. Заходи в смоки, наверное, а что делать? В планте ты не выживешь таких трех соперников. Ну, только какие-то героические действия. Кстати, вот, с учетом того, что есть красный Некс. Нет. Именно Некс ставит точку в этом раунде. Воксик забрал Тизиана. 13-12. Бомба установлена. Хеллрейзерс, ну, вот как раз таки отталкиваясь от того, что проигрывает уже солидную серию раундов. И ставят бомбу. Получит необходимую экономику, чтобы закупиться и в следующем раунде. Вот честно, я... Ладно, первый получил с подсадки. Но второй должен был убивать, мне кажется. Четненько выйти. Воксик столько времени потерял, пока пытался подобрать снайперскую винтовку. Понятно, что это какая-то, вот знаешь, неразбериха произошла. То есть куда отлетел АВП, Воксик четко понимал, что вот где-то там под ногами оно находится. Но вот это, ну, скажем, ну, жадностью не назовешь. Он хотел подобрать свой любимый девайс. Воксик и сделал этот фраг, но он был третий после того, как уже поставил бомбу. Он убил игрока на подсадке, но это должен был делать второй. Был бы минус, остался игрок бы в планте раунд. Скорее всего, ребята даже 2 в 3 бы вытащили. Там действительно все было очень интересно и по ХП, и по расстановке на точке. Но по факту это 13-12. Это один раунд между коллективами. Это очень жесткий ответ от команды B.I.G. Но опять же, серия серьезная у Ашер. Сейчас все будет посложнее для бегов, потому что атака либо через раунд, либо в каждом будет с девайсами. И все-таки этот запас, хоть какой-то плюс все равно принес Ашером. Я имею в виду запас по счету. Ну, знаешь, опять-таки же хорошо, что все-таки мы смотрим игру команды Хеврейтерс. Эти парни умеют сохранять интригу до самого последнего момента. Даже когда казалось, что это легкая игра. Нет, это не про Хеврейтерс. Атака попытка захода на базу B. Тизиан делает первый минус. Воксик отвечает, забрав к Сан Тареса. Тизиан. Вот это включение. 3-3 ситуация. И это интересно. Вот это уже хороший поворот. Посмотрите, в больших песках еще находится один игрок. B.I.G. очень далеко до точки. И он вообще даже еще на шипте идет. Боится, что здесь где-то есть люркер. По третьему не было информации. Дошел до библиотеки. И ждет все это время команда B.I.G. своего третьего тиммейта. На банане находится Дэдфокс. Гранат у команды HellRaisers нет, чтобы сейчас как-то остановить эту защиту. Ну, кстати, а вот у B.I.G. все хорошо. В плане гранаты есть три смока. Один коктейль Молотова. Ну, банан точно закроет смоком. Да, минус коббит. Это большинство. Дэдфоксу нужно выходить. Да, уже он в смоках находится. И запытается просто там выжить в тупичке. Вот он Дэдфокс. Близко. Ну же. А вот тебе и мертвый лис. Вот тебе и мертвый лис, которого мы так долго ждали. Опять-таки же, сверхважный раунд забирает именно Дэдфокс. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же вовремя он просыпается. На протяжении, наверное, всей второй половины у Дэдфокса было что-то порядка девяти фрагов. Ну, девять-девять-девять. Если я не ошибаюсь, это вот в атаке он не убивал. Так-так-так. Там была одна вертура Ханаглавки, когда он забрал тиммейта. Напряженная игра продолжается, Юра. Извини. Посмотри на деньги Ашеров. Сейчас не взять раунд. Это будет... Это ресет. Это ресет и полноценный камбэк от B.I.G. Первый минус есть. Тизен забирает Кирилла Карасева на банане. Опять-таки же, без поддержки тиммейтов Кирилла запускали под флешку. Но перестрелку капитан команды HellRaisers проиграл. Ужасное начало раунда. Тизен, как он это делает? Каждый раз в ответ все равно сделал свой минус. Три в четыре. Ну, и не из таких жестких ситуаций выбирались HellRaisers. Посмотрим. Но, опять же, беги круто включились. Молодцы парни, учитывая, опять же, все эти ситуации. Там приход к Сантаресу, возврат Некса, уход с Муи. Тем не менее, они жестко навязывают борьбу против HellRaisers в матче, который уже в начале этой второй половины оказался уже завершен. Но не тут-то было. Так, выход с ковров. В больших песках ветеран Counter-Strike, как 1.6, так и Global Offensive. Вот как раз и Некс его прикрывать. Какой тайминг? Какой тайминг? Го-Би. Какие гранаты? Хватит. Наконец-то доставо оружие. Забрал Дэд Фокса. Есть вертуха от Исы. Есть инфа по пленту. И сейчас просто вдвоем войвы идти и пикнуть быстрее. Получилось. Хорошая четуха. Сбривает Иса Некса в пленте. Два в два. Тапсон и Ксантаресу. Убойная парочка в составе команды B.I.G. Кто кого? Бомба установлена. Есть информация по игроку в пленте. Хотя там закрытый смоком. И он мог оттуда уйти. Нет, занимает все-таки Хоббит просто ящик за углом. И его забирает. Прострелом. Тапсон в голову. Забирает Абая. Итак, Иса. Только квадрокилл в этом раунде спасает Хеллрейзерс. Есть первый минус. Сантареса ликвидируют. 1 на 1. Размер с флешками. Тут просто без комментариев, друзья. Давайте смотреть за этим хорошим эпизодом. Итак, кто кого? Кто кого? Времени все меньше и меньше. Итак, Иса. Иса. Браво, Иорданец. 15-12. Два сверхважных раунда Ашера забирает на волоске. Тридцаточка фрагов уже у этого парня за 27 раундов. Отличная игра в исполнении Иса. Ну и Ашера и их экономика выдержали с трудом. По сути, это была ситуация 2 в 4. А вот экономика бегов. Аплант, Агоби и Некс. После первого минуса от Гоба Би. Как же было важно, чтобы Некс хоть кого-то забрал в планте. Но ситуацию Тапсон выровнял. Но Иса это отдельный респект. Просто красавчик. Ну что, были уже фарсы. И ни один, ни два, ни три в этом матче выигранными командой БИГ. А здесь вообще все очень неплохо. Тапсон с АВиком. Две МПшки. Так, ну что, очень плохая закупка. Друзья, видите, у меня тут было сообщение по поводу... Да, параллельно вроде бы стартовал второй полуфинальный матч. Оптигейминг против команды Виталити. Буквально по окончанию этой встречи, если Хеврейзер все же одержит победу и добьют команду БИГ со счетом 2-0, через небольшую рекламную паузу мы переключимся на второй полуфинал. Все-таки очень сложное расписание, очень много матчей, квалификаций. И, конечно же, организаторам турнира пришлось вот пойти на такой мув. Я все-таки думал, что у нас будет следующий матч. Не знал даже. Так, подожди, а вот БИГ сдаваться не собираются. Ксантар есть первый минус. Забрал Кирилл Карасева, хотя точно так же начинал свой прошлый раунд. Ответ от Исы. Ну, два в плейнете. Прочитают или нет, то что двое. Фонтан видит. Хороший минус. Проверяет. Есть. Жестко хоббит. Жестко Абай. Еще и подсадку пошел на всякий случай спрей. Два процента здоровья остается у Абая. Но при этом два в четыре ситуации. Тапсон и Гоби. Снайперская винтовка и уже не крокодил Гоби. Только Тапсон против четверых. Ну, и это ГГшка, друзья. Будет небольшой рекламный ролик, друзья, в завершении этой встречи. И, судя по всему, смена комментаторов у нас сразу же. Комментаторская и сразу же следующая игра. Браво, Ашер 2-0. Победа. Спасибо, БИГ, за эту встречу. Были красавчиками.